Эпидемии коронавируса в совхозе Ленина нет. Кстати, в Ленинском городском округе, как это принято называть, во всех поселениях, бывших я имею в виду, и в Видном, и на Развилке, и везде есть заболевшие коронавирусом. Единственное поселение, в котором нет ни одного заболевшего коронавирусом, это совхоз имени Ленин. И я не думаю, что это связано с географическим нашим расположением, это, скорее всего, просто люди, которые здесь живут, более ответственно подходят к своему здоровью. Действительно, на улицах, вы сами видите, нет практически людей, все сидят на самоизоляции. Ну, совхоз все-таки сельскохозяйственное предприятие, в соответствии с распоряжением властей мы имеем право, можем работать, да мы и не можем бросить работу, потому что коров доить, заниматься каждый день производством сельскохозяйственной продукции, чтобы магазины не опустили, чтобы можно было как-то выживать. Это не только мы, а все сельскохозяйственные производители Российской Федерации, все выходят на работу. Тем более, что у нас самый такой сейчас будет напряженный период, это посевная. Мы уже многое сделали из весенних полевых работ, но еще больше предстоит сделать, потому что сейчас начнется, вот мы сейчас сеем капусту, потом будем высаживать уже рассаду на поля, сеять, начнем после того, как температура становится плюс 10, будем сеять яровые культуры, ну, в общем, будем делать все, что положено. Другое дело, что кто-то из наших недоброжелателей, врагов, распространяет всякие фейковые новости. Тут два наших сотрудника съездили в Португалию в командировку, смотрели новейшие достижения производства земляники, методы организации производства, продаж. Это было, вернулись, мы улетели 9 мая, вернулись 14 марта. 9 марта улетели, 14 вернулись. Причем они из Португалии возвращались через Лиссабон, через Амстердам. После этого сели на, как это называется, карантин. Ну, один из них сел на карантин, никуда не выходил, никаких собраний не посещал. Вы знаете, что у нас было собрание 19 марта. Причем все наши работники, соответственно, вы сами снимали видео, видели, что все наши работники были в масках, одеты в специальные костюмы, а вот рейдеры и судебные приставы были без средств защиты. А потом нас обвинили в том, что якобы мы распространили какой-то коронавирус. Кстати, могу всем сказать, что, слава богу, у Зои Ивановны никакого коронавируса не обнаружено, у Целуйковской. Сегодня она выписывается из больницы. У нее, скажем так, отрицательный. Все анализы, которые были сделаны, отрицательные. Поэтому все, которые с ней контактировали, а это водитель, который ее вез, Данила Дмитриевич Козлов, который тоже был в командировке с ней вместе. И все члены ее семьи были проверены. У всех отрицательные показатели на коронавирус. Слава богу, никто не температурит, не болеет. Ну и у нее уже не обнаружено, даже уже пневмония закончилась. Хотя была она вызвана не коронавирусом, но наши вот эти вот, ну, есть же недоброжелатели, они пытались раздуть эту историю. Кстати, вчера, мы же, как обычно, весной готовим поселок к праздникам. А первый праздник у нас 22 апреля. 150 лет основоположнику нашего совхоза Владимиричу Ленину. Мы там мыли улицы, подметали их. Сразу на какую-то абсолютно фейковую историю в «Видное Ньюс», по-моему, распространил. Или там новости видно о том, что якобы мы обрабатываем в связи с тем, что много заболевших. Такой бред. Но на самом деле, мне кажется, вот эта попытка посеять панику среди жителей совхоза, среди работников, она не удалась, потому что мы как единая семья. Друг про друга все знаем. А те люди, которые проплачивают всякие негативные истории про нас, ну и те дебилы, грубо говоря, по-другому я их не назову, которые распространяют всякую фейковую информацию, ну я думаю, рано или поздно правоохранительные органы с ними будут разбираться. Потому что сеять панику среди населения, говорить заведомо ложную информацию, это на самом деле не только вредно для тех людей, против которых это направлено, но и для всех остальных. Потому что сейчас нужно, наоборот, сплотиться. Общая беда. Вот я сегодня разговаривал с нашим завполиклиникой, она мне еще раз подтвердила, что по данным потребнадзора все сданные у нас в совхозе анализы показали отрицательный результат на коронавирус. Все работают, кто должен работать. Те, кто не должен, отдыхают, ну или там сидят дома. Поэтому беспокоиться гражданам, которые живут в совхозе Ленина, не о чем. Мы полностью контролируем ситуацию. Поликлиника работает в абсолютно нормальном режиме. Значит, хватает и средств защиты растений. То есть не только растений, но и людей. Мы закупили специально дезинфицирующие средства. Когда хоть один, или там какое-то количество заболевших появится, мы будем дезинфицировать, в том числе и улицы. Пока это не требуется. Но действительно вызывает опасение, что много москвичей, которые у нас здесь живут, они же все-таки так или иначе ездят и могут что-то нам принести. Я думаю, что у тебя сейчас уже все, которые прилетели после... Вот Данила прилетел, а он потом сразу после Португалии улетел в Таиланд, по-моему. 26-го вернулся. Значит, двухнедельный карантин заканчивается, по-моему, в пятницу или в субботу. Поскольку первый анализ у него показал отрицательный, второй анализ возьмут обычно, как положено, на десятый день. И он тоже, скорее всего, будет отрицательный, потому что у человека должны были проявиться уже какие-то... Ну, скажем так, температура появится, какие-то негативные, там, кашель, другие последствия. Но поскольку ничего этого нет, скорее всего, и все остальные, он с женой тоже здоровы, слава богу. А те, кто надеется на то, что кто-то из нас заболеет, помнишь, как спросили, как ваше самочувствие, не дождутся они. Мы помогаем поликлинике, тоже для них индивидуальные средства защиты покупаем, оказываем помощь всяческую. Надо, правда, сказать, что, к сожалению, при нормативе три дня, вот эти вот тесты на коронавирус готовятся уже 9-10 дней. И поэтому у некоторых карантин продлевается. Но это, я думаю, в ближайшее время власть разберется и все-таки наладит тесты на коронавирус. Еще раз повторю, ни одного заболевшего или там с подозрением на коронавирус в сельском поселении совхоза имени Ленина, в поселке совхоза имени Ленина не обнаружено. Поэтому могут все спать спокойно. Продолжение следует...